здравствуйте коллеги привет подписчикам сегодняшнее видео мы снимаем как исправить трутовку ну у меня такой более-менее легкий ну такой способ и имеется ввиду и трутовая семья тоже более-менее легкая какая ситуация у меня получилась а у меня получилась а матка зимы вышла стала трудовая то ты роботы со начинается все ну сейчас расскажу как я буду это делать и сразу расскажу если бы пропала матка и завелись а пчелы трутовки у меня в моем видео в этом методе у меня получается матка так друзья для начала мы взяли два улья вот один вот другой там сидит небольшой такой отвода там отвода слабый здесь сидит у меня трутовка улей лежат из двп этот улей стоял здесь тот улей стоял там расстояние примерно 5-6 метров ну чтобы вы понимали первым этапом я перенес вот этот улей он многокорпусный даганутая рамка перенес сюда где-то полтора два метра а вот этот перенес сюда сейчас мы вот этот улей ставим вот здесь ну все такое переносной метод все на кирпичах чтобы не набивать поле то семья сейчас будет переходить сюда вот ну что же приступим к работе объединять будем по обычному способу как объединяется две обычной семьи здесь мы давали подкормкой за заставной у нас стоят рамочки из рамочки из меда вот видите мед закристаллизован но все равно пчелы его забирают мы аккуратно поставим сейчас и готовим к семью я думаю это не займет много времени давали сироп под кормку пчел обратите внимание здесь не очень много сейчас кто-то скажет что там чел так мало ты их так держишь на больших рамках друзья но отводок небольшой он так как бы сидел так его остался есть расплод есть немного меда расплода принципе есть тоже прилично по пол рамочки чел немного хорошо что мы сейчас делаем эту семью мы легенько оплескаем сахарным сиропом расплода обратите внимание достаточно несмотря на то что это небольшой отходок так это медовые рамки все равно мы наша цель опрыскать пчел чтобы зачем это делается чтобы пчелы набрались одинакового запада ну кто не знает расскажу что каждая семья это как отдельное государство которое имеет свой запах можно сказать каждая маткой создает свой как бы такой энергетическое биополе есть такое мнение что она распространяется на полтора метра вокруг улья ну чтобы вы понимали что же друзья вот маточку сейчас закроем колпачком раз для чего это делаем были для того чтобы пчелы с дуру не грохнули мне матку они сейчас обнюхаются и потом ее спокойно выпустят сбоку прогрызут дырки я сильно не вжимаю так и приступаем что нам нужно эту семью мы пока прикроем здесь я смотрел я постараюсь и вроде на этой рамке была матка я сейчас найду матку сразу она мне в глаза бросилась вот она вот эта матка маленькая видите вот он и мы еще сейчас заберем вот вот эта матка сейчас я ближе покажу вот обратите внимание она очень маленькая что не знаю еще полетит матка очень маленькая черная причина появления такой матки это была стимия стартер прошлом году я оставил маточник и не смотну и не проверил что за матка и какая она просто по яйцах потом увидел что матка есть а в этом году вот видите смотрю и вижу что у меня есть проблемы трутовый сот я думаю эти пчелы тоже хорошенько обрабатываем пока ставлю так сейчас медовые рамки по-любому поставим и они по идее к маточке понемножку и перейдут и а и и и и Крутовка это такое нежелательное явление, но если оно появилось, то что вы здесь делаете? Видите, качество матки, если матка маленькая, качество ее очень плохое и в действительности Потом она вылазит в год, хотя, хотя еще какой-то сезон или пол сезона она бы могла поработать, все как бы индивидуально, хорошая, плохая, здесь сложно сказать, все будет хорошо, я думаю, ничего, проблем никаких не будет Ну что же, друзья, сегодня у нас суббота и мы Смотрим, выпустили матку или нет Так, как там у нас рамочка с расходом и я аккуратно сейчас сюда поставлю И смотрим, матку выпустили Так, все нормально, матку выпустили Вот видите Сейчас я заберу колпачок А может и не выпустили, сейчас посмотрим вообще Нет, матку не выпустили, вот, надо было выпустить Но имеется ввиду, что время, время надо было Матку никто не атакует, не обижает, все, все нормально Мы все ставим и семья объединилась Вот это, друзья, стопроцентовый метод объединения семей Мы не потеряли ни матку Потому что все же, когда мы объединяем, есть риск потерять матку Это, поверьте мне, в весенний период потерять матку, ну, оно никому не надо Есть, поставим Что хочу сказать Сейчас будем объединять обычный Ну, получается, я заберу томатку Опрыскаю две семьи легко с сахарным сиропом И объединю Что это мне даст? Фактически, можете сказать, что зачем это делать Там, жди пока тепло будет Но смотрите, друзья Там есть где-то две рамочки пчелы Здесь где-то две, две с половиной рамочки пчелы Если их объединить, это будет хорошая семья Если я потяну время, это будет как бы хуже Поэтому я думаю, что лучше сейчас объединить, чем потом Если бы у вас была семья трутовка Это имеется в виду пропала матка И нужно было бы объединить Что бы я делал на этом месте? Вот, например, рассказываю Нужно было бы хороший теплый день Сейчас у нас вечер И что нужно было бы сделать? Забираем вот этот улей Уносим куда-то в сторону Можно струсить Можно просто поставить Ну, лучше, конечно, струсить пчелы Где-то метров 5-6-10-15 Струсить пчелы Пчелы трутовки намного тяжелее, чем обычная пчела И они не летают Есть вообще такое мнение, что заводится одна трутовка Нет, друзья, заводится несколько трутовок Это может быть много пчел-трутовок, которые засевают соды Поэтому их относят и высыпают там Вся летная пчела возвращается сюда, например, вот эту семью с маткой и начинает сеять И что самое интересное, друзья Даже когда возвращается семья Ну, большое количество Почти вся трутовка останется у нас Вот там где-то на поле Ну, даже когда они возвращаются Есть даже такой вариант, что Все равно у вас будут продолжаться Там определенное время Трутовые яйца Потому что все же Некоторые пчелы Будет все равно Тот инстинкт останется И они будут трутовые Но Трутовка, слава богу, умирает Как обычная пчела Если мне не изменяет память А матка живет несколько лет Все Объединение трутовки закончилось Всем всего наилучшего Спасибо, что смотрели видео Подписывайтесь на мой канал Еще много чего интересного вы увидите Всем пока Продолжение следует...